Владимир Путин это человек 20 века полностью. Ментально, психологически, образовательно, культурно, политически. Это советский и имперский человек 20 века. У него так сформирована картина мира. Она сложилась в 70-е и 80-е годы. Огромное влияние на эту картину мира произвел распад Советского Союза. Путин же говорил неоднократно, что распад СССР является главной геополитической катастрофой 20 века. Я, например, считаю, что создание СССР было одной из главных геополитических катастроф 20 века. Мы расходимся с Путиным на оценке рождения и кончения Советского Союза. И историки, как вы понимаете, придерживаются разных точек зрения. И не все историки придерживаются точки зрения Владимира Путина. И Путин зафиксировал для себя вот эту картину величия большой страны, которая была в его понимании могущественной и которую в его понимании бездарно развалили. Вот бездарно. Он ненавидит людей, которые развалили Советский Союз. И у Путина появилась идея, фикс восстановления исторической справедливости. Путин решил переписать 20 век. Понимаете, не 21 век. Мы сейчас обсуждаем Орвелл, 1984. Да, это была антиутопия, которые были предсказаны, отчасти отражены события в такой стране, как наша. Орвелл вообще писал про любую страну. Нужно отметить, что и «Скотный двор», а 1984. Но 1984 — это роман «Замятина». Вот Орвелл — это «Скотный двор». А прекрасный русский писатель... Не-не-не-не, Лев, у «Замятина» роман «Мы». Но вы правы в чем? До сих пор многие литературные книги считают, что Орвелл позаимствовал, будем говорить, идею книги «Мы» для своего 1984. Да, да. То есть там очень тесное творческое пресечение, замысел очень близок. Спасибо, что вы уточнили. Я помню этот спор, поэтому меня с «Замятиным» ассоциируются не только «Мы», но и «1984». Но сейчас о чем речь? Речь о том, что Путин решил вести политику, о которой мало кто мог подумать. Он решил исправить в его понимании несправедливости XX века. Он вернулся в 1917 год к большевистскому перевороту в России. Он возвращается в 1922 год к созданию Советского Союза. Ведь знаменитая на самом деле и недооцененная статья Путина от 12 июля 2021 года об историческом единстве украинского и русского народа. Это прямое и откровенное послание всему миру, какую политику Путин действительно будет проводить. Несмотря на всю скрытность в общении, Путин абсолютно откровенный политик. Он прямо говорит то, что он намерен делать. Он написал, и это перевели на украинский язык, что он не считает справедливыми границы Украины, возникшие после распада Советского Союза. Он написал прямую фразу «С чем пришли в Советский Союз? С тем и уходите». Это написано в статье Путина. Вообще Путина нужно внимательно читать и слушать. Он в большинстве случаев откровенно говорит о том, что думают, и о том, что он будет делать. То есть 12 июля 2021 года Путин на весь мир сказал, какая политика будет проводиться дальше. Еще не настало никакое 24 февраля, но все уже было сказано официально. Путин лично выдвинул список «Единой России» в Госдуму, главами которого является министр обороны и министр иностранных дел, который, по сути, выполняет уже давно роль министра нападения во внешней политике. И совершенно очевидно, что это был знак всей стране. Вот за эту политику вы сейчас будете голосовать, граждане России. И граждане России, к моему сожалению, большинство граждан России проголосовали за эту политику. Вот эта политика и реализуется. Поэтому в данной ситуации Путин видит себя глобальным политиком, мессией, вот буквально мессией, который призван исправить мировые несправедливости по отношению к России. У него своя реальность в голове.